Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами! В эфире программа «Это важно». Тема эфира – оформление квартир и придомовой территории в собственность. О плюсах и минусах приватизации поговорим чуть позже. Первые многоквартирные дома были построены в Римской империи более двух тысяч лет назад. Сенат принял закон всем свободным римлянам владеть отдельными жилыми помещениями. В России первое упоминание многоквартирного дома как целое словосочетание появилось в 1959 году. Основная часть домов в стране приходилась на обе столицы – Санкт-Петербург и Москву. Существовал даже запрет на строительство частного жилья в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Все должны были жить в многоэтажных домах, так похожих друг на друга. Стать собственниками жилья россияне впервые смогли в начале 90-х годов. Тогда и в обиходе закрепился термин «приватизация». В марте этого года по инициативе президента бесплатная приватизация квартир продлена. Третий раз – до 1 марта 2015 года. Потом жилплощадь придется выкупать и уже по рыночной цене. В прошлые годы у нас где-то примерно в месяц мы приватизировали около 20 жилых помещений. То вот в пик активности в феврале месяце этого года по статистике могу сказать, что около 70 договоров мы заключили где-то в период 3 недели до окончания приватизации. В Министерстве регионального развития продление назвали необходимым. По данным ведомства, к моменту окончания приватизации почти 24% жилого фонда страны оставались неприватизированными. Похоже, в истории бесплатного оформления жилья в собственность эти два года будут последними. И чтобы не стать крайней в очередях, решение этого вопроса лучше не откладывать. Закон дает право не ограничивать свои владения квадратными метрами квартиры. Собственникам жилья принадлежит еще и то, что находится за ее пределами – земля вокруг. Придомовую площадь также оформляют в собственность. Для этого нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления. Там утверждается проект границ земельного участка и ставится на кадастровый учет. Потом необходимые документы нужно сдать в многофункциональный центр. Там их зарегистрируют, присвоят номер и отправят в администрацию городом. В последнее время граждане очень часто стали обращаться в МФЦ за оформлением земельных участков под многоквартирными жилыми домами и прилегающей территорией. Жители двух соседних домов по улице Ивана Голубца, 103 и улице Лермонтова, 75, долгое время делили придомовую территорию. Жильцы по улице Лермонтова решили, что земли хватит всем и активно начали занимать места для парковки своих автомобилей. А потом и вовсе захотели приватизировать землю. Такое положение дел нас не устраивало. Земля принадлежала всегда дому номер 103 по Ивана Голубца. На общем собрании мы решили эту землю оформить в долевую собственность. Еще год назад Наталья Николаевна заходила в каждую квартиру, чтобы собрать подписи жильцов в пользу оформления документов. Нежелание одного собственника значил отказом для всех. Сегодня закон на стороне активных граждан. Для приватизации земельного участка под многоквартирным жилым домом достаточно заявления буквально одного человека. В силу закона у всех собственников помещений возникает право общедалевой собственности. Регистрирующая служба с момента постановки на кадастровый учет регистрирует право общедалевой собственности за каждым гражданином пропорционально его доле в помещении. Площадку возле дома жильцы решили сделать образцовой. Заказали в архитектуре план по благоустройству территории. Появили две автостоянки, клумбы для цветов и детская площадка. Без согласия собственников земли теперь никто не сможет поставить свой автомобиль на парковку или построить киоск возле дома. Несмотря на то, что мы будем платить налоги за землю, Но преимущества наши в приватизации большие. Мы имеем право устроить стоянку себе, делать детскую площадку, проезды свои организовать, озеленение кругом, клумбы разбить. После приватизации участка жильцы обязаны оплачивать земельный налог в соответствии со своей долей в общей собственности многоквартирного дома. Пожалуй, это один минус – налог на землю, причина, по которой анапчане не спешат оформлять придомовую территорию. В соответствии с решением совета, принятым депутатами, процентная ставка от кадастровой стоимости составляет 0,13%. Для каждого из собственников эта сумма невелика. Жильцам ветких домов обязательно нужно оформлять землю в собственность. Если ставится вопрос о сносе дома, земля существенно увеличивает стоимость каждого квадратного метра, а значит и компенсации жильцов. Чтобы приватизировать придомовую территорию, не обязательно организовывают ССЖ. Заявителем может стать любой житель многоквартирного дома или главный домком. В Анапе 138 руководителей органов ТОС и органов территориально-общественного самоуправления. Из них 50 – это в городе и 88 – это в районе. Тем, кто приобретает жилье в новостройках, в настоящее время о приватизации земли можно не беспокоиться. Если застройщик не допустил нарушений в ходе строительства, то приобретая квартиру, вы автоматически становитесь совладельцем земельного участка, на котором расположен дом, а также придомовой территории. Приватизировав придомовую территорию, вы с уверенностью можете сказать «Мой двор – моя собственность». Владеть и управлять придомовой территорией весьма интересно и не столь затратно. Всего доброго и до встречи!